Еще одной статьей в уголовном или административном кодексе может стать больше. В Украине хотят привлекать к ответственности за буллинг, то есть за травлю детей в школах. Наказывать планируют штрафами родителей агрессоров или бездеятельных педагогов. Соответствующий законопроект уже подали в парламент. А все потому, что уровень детской агрессии в Украине значительно вырос. Только вдумайтесь, 8 из 10 школьников становятся жертвами буллинга. О недетских проблемах и взрослых решениях Евгения Коваленко. Без всяких правил, с детской жестокостью и недетским цинизмом они калечат своих сверстников. И хвастаются этим в интернете. Отбитая селезенка, сломанная рука, ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма. Восьмилетний Давид до сих пор борется за жизнь. После общения с одноклассниками. Они подкараулили его на перемене и избили. А после уроков столкнулись с конструкцией на детской площадке. Мальчик едва дошел к маме на работу и сразу потерял сознание. Очнулся в больнице. Он сказал, мамочка, я не сам. Меня штовхнули. А в школе говорит, что его закрутили руки и кидали на подлогу, на перерыве. Один стоит, смотрится, чтобы никто не видит. Один держит, а один бьет. Почти неделю ребенок находился в реанимации. После операции были осложнения. Сейчас Давида уже перевели в обычную палату. Мама пытается не вспоминать о случившемся, чтобы не травмировать сына. Уже не первый раз он приходил со школы с синяками и рваной одежде. Проблемы у Давида начались еще в первом классе. Мальчик признался, что у него нет друзей в школе и его обижают. Но тогда взрослые и подумать не могли, что детская проблема может быть настолько серьезной. До первого избиения. Просила ее, будь ласка, говорю, вы видите, что это будет проблемой и у вас, и у нас. Давайте решите, идите к психологу, идите к вырежете. Ну это же уже гулять, это же уже дошло до того, что это же капец. А я говорю, висок и убил, и все. Я все вырежу. Вот через две недели мы все вырежили, что чуть не убили. Казал, я не хочу в школу ходить, я не хочу в класс заходить. Я его заводила прямо в класс, доводила аж до партии. Как только Давид поправится, его переведут в другой класс, а на школу мама собирается подавать в суд. У меня очень большие претензии и до учительки, которая не делала ничего, она видела эту проблему. Вот только на камеру классный руководитель Давида заявила, что все конфликты в школе решались. В школе пытаются замять дело Давида. Утверждают, что он якобы сам упал. Но после случившегося другие одноклассники тоже начали признаваться родителям, что над ними издеваются. Это детская горячая линия. Именно сюда обращаются пострадавшие от травли или, как сейчас говорят, буллинга. Все консультации бесплатные и, конечно, анонимные. Звонки почти каждую минуту. Вот и спуганным голосом маленькая девочка жалуется, что ее не взлюбили в новом классе. Рассказать родителям девочка боится. Думает, не поймут. Но понимание и поддержка – это именно то, что так нужно детям. Детина телефонует просто через то, что, например, она або с подбитым оком, або с вырванным пасмом волосся, або реально с выбитым зубом. И вот просто через то, что она не знает, куда вернуться. Из-за отсутствия поддержки у детей даже возникают мысли о самоубийстве. 25% детей, которые сами наклали на себя руки, как раз были жертвами буллинга. Когда там дитину принижают, когда там ей могут влаштовать бойкот, начинают там бить и из них поднимать, и за волосся, там вырвать волосся, и там поднижки різноманитные. Проявления детской жестокости были во все времена всегда. Но сейчас буллинг стал младше и защереннее, и массовее. Только в этом году волонтеры приняли больше 7 тысяч звонков от пострадавших. Каждое утро по ходу школы для нее был пытка. Она шла по школьному коридору и даже не представляла, какие еще издевательства могут придумать одноклассники. Поломали мне очень мой любимый блокнот. Ручки, улицы, они вывалили весь мой портфель. Все книги были разбросаны, закиданы в шафах других ученей. Они просто матом меня покрывали. А еще толкали и угрожали. И это 9-летние школьники. Обидчики настроили против Ксюши детей из-за того, что она единственная заступилась за одноклассницу. И все могло бы закончиться драматичнее, если бы вовремя не вмешалась мама. Но до этого не дошло. Мама с дочкой пошли к психологу и сменили школу. Сейчас у Ксюши нет проблем с одноклассниками. У нее много друзей. И о тех страшных временах девочка больше не вспоминает. Но далеко не все истории с жертвами травли заканчиваются так благополучно. Проблема детской жестокости стала настолько критичной, что ее подняли на национальном уровне. Когда начали опитывать детей, то выяснилось, что 67% учеников имеют отношение к буллингу. Из этих 67% 25%. То есть каждая четвертая дитина, которая была опитана, это жертва буллинга. За травли в школах хотят наказывать и учителей, и родителей. Их будут штрафовать. Суммы уже известны. До 3,5 тысяч гривен. Но механизма еще нет. Да и одними штрафами с этой проблемой справиться невозможно. Главную роль тут должны играть все же родители. Научите своих детей позитивно самоутверждаться. Научите их построить дома будку для собаки. Сделать что-нибудь хорошее. Научите этого ребенка, что если он поможет какому-то другому стоящему ребенку, то от этого он создаст что-то хорошее. Научить сочувствию и вовремя услышать ребенка. Ведь от этих маленьких усилий взрослых зависит решение больших детских проблем. Евгения Коваленко, Станислав Кухарчук, Ксения Барвиненко, Оксана Малошенкова, Иван Ермаков и Геннадий Аникенко. Подробности недели. Телеканал Интер.